так дальше вяжем клюв в кольцо набираем 4 столбика без накида 4 стягиваем делаем прибавки 4 прибавки что получилось нас 8 столбиков а 78 теперь вяжем так делаем два соединительных столбика раз и в следующую столбик делаем соединительный столбик затем вяжем 6 столбиков без накида 1 2 3 4 6 здесь не обязательно так соединить вот вот провязали ряд следующий ряд 4 вяжем также делаем два соединительных столбика старайтесь когда делаете соединительный столбик не затягивайте чтобы можно было легко было крючок вести не стягивайте раз соединительный столбик в то есть то есть в те же соединительные столбики мы делаем соединительные столбики 2 соединительный столбик и провязываем 6 столбиков вывернуть 3 4 5 6 и 2 ряда 5 и 6 провяжем без изменения этот вот я вытащу хвостик сюда наружу и вот здесь удобнее будет мне стянуть и света спрятать так по 8 столбиков вяжем 2 ряда кругу и еще один ряд вот и все можно сделать сюда один ряд 1 вернее столбик соединительный чтобы выйти на нет немножко отрезаем хвостик для сшивания вытягиваем нашу ниточку все для чего мы делали соединительные столбики вот видите да для чего чтобы он у нас немножечко не вижу видно не видно вот это место будет у нас вот таким вот клюв всю эту ниточку я спрячу стяну делаю узелочек 1 спрячу клюв готов дальше будем вязать крылышки крылышки мы начнем вязать с рукав имитация рукава начнем с белой пряжи вязать крылышки так берем белую пряжу итак набираем 7 воздушных петель 7 и начиная со 2 со второй петли от крючка я петлю на крючке не считаю поэтому вот от крючка 1 2 провязываю во вторую петлю 2 столбика дальше вяжем 4 столбика без накидах в последнюю петлю провязываем 3 столбика поворотных 3 так дальше вяжем 4 столбика противоположной стороне 3 4 и в последнюю петелечку мы провяжем 1 столбик так да так у нас по кругу должно получиться 14 столбиков теперь без изменения провяжем 1 ряд 14 столбиков 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 4 и вяжем 8 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 10 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 14 провязали теперь смотрите будем делать прибавки по краям здесь дальше мы уже считать не будем принципиально просто мы будем иметь ввиду что у нас по одному столбику будет прибавляться естественно по увеличиваться будет на два столбика каждый ряд как где у нас будут прибавки а прибавки мы делаем как вот так вот мы положили сложили пополам да и вот здесь посерединке и здесь мы сделаем прибавку понятно да мы не будем высчитывать столбики потому что у нас если будем высчитывать то у нас прибавка будет смещаться потому что так как нам надо делать по одной прибавки вот поэтому мы не будем считать мы просто вот доходим до середины примерно на может быть не четко на посередине попадать вот поэтому примерно мы сделали прибавку следующий ряд провязали вот примерно где у меня тут ложится серединка я сделаю здесь прибавку вот у меня прибавка была здесь первая вот поэтому я дохожу до прибавки не закончился ряд чтобы если вдруг вы запутаетесь поставьте маркер чтобы не запутаться ну я думаю тут не запутаешься провязали мы по краям сделали прибавки получилось у нас 16 теперь 4 ряд мы провяжем без изменения 16 столбиков провязала и ряд без изменения дальше опять же складываю так пополам и смотрю где мне здесь сделать прибавку потому что в этом ряду мы делаем прибавки по краям сделаю здесь прибавку их ты довязываем до начала ряда довязали следующий ряд у нас будет без изменений то здесь у нас уже 18 столбиков провяжем ряд без изменений 18 столбиков затем в седьмом ряду сделаем также по краям еще по одной прибавки и на этом у нас рукав будет завершен значит сейчас мы провяжем без изменений ряд 18 столбиков и сделаем еще один день ряд с прибавками по краям так все рукав готов последний седьмой ряд по краям сделала прибавку получилось у меня кругу в ряду 20 столбиков так делаю я просто соединительный столбик и отрезаю нить для сшивания я буду этой нитью пришивать вот сюда вот здесь буду их сшивать вместе с этим поэтому оставлю я ниточку для сшивания точно так же аналогично вяжем второй рукав так вяжем нижнюю часть крылышки набираем 4 воздушные петли начиная со второй петли от крючка вяжем значит так провязываем 2 столбика в одну петлю затем один столбик и два столбика в последнюю петлю таки у нас получается 5 5 столбиков делаем воздушную петлю подъема разворачиваемся и провязываем эти все пять столбиков без изменения 2 3 4 5 у нас затем делаем воздушную петлю подъема разворачиваемся и вяжем опять прибавки по краям провязываем без изменения до конца и в последний стол вяжем прибавку затем делаем воздушную петлю подъема разворачиваемся и провязываем все столбики без изменения до конца ряда так провязали вот провязали мы без изменения ряд дальше разворачиваемся у нас должно здесь получится 7 столбиков считаем значит 1 2 3 4 5 6 7 ряд провязали без изменений это у нас был 5 и еще 6 и 7 ряд провязываем без изменений в итоге у нас получается три ряда без изменений 5 6 и 7 ряд и последний ряд вяжем без изменений провязали теперь наша задача обвязать столбиками без накида по кругу вот так вот в эту же петелечку я провяжу один столбик чтобы он получился поворотным чтобы развернуться и дальше вот каждой дырочки каждая дырочка это у нас получается когда это ряд провязываем до низу здесь у нас должно быть три столбика здесь мы не делаем касается дополнительных на повороте чтобы у нас немножечко крылышко загнулась ты вяжем дальше связываем до верху вот так вот такой вот крылышко у нас получается немножечко так потом подвернутая делаем воздушную петлю подъема и отрезаем вот что мы будем с ними делать мы вот так вот вложим вот сюда внутрь с немножечко расширим вот верхнюю часть туда вкладываем и вот этой вот ниточкой мы пришьем вот так вот за долечки отойдет за полу петли за обе полу петли чтобы не сильно было видно вот так вот мы пришьем вовнутрь так у нас будет одно крылышко точно также провяжем свяжем второе крылышко сейчас будем сшивать это как бы мой способ вязания крылышек может кто знает какой-нибудь другой способ как связать такие вот крылышки я думаю есть где-то в просторах интернета как связать крылышко вот таким вот образом будем вязать чтобы взяться за край коричневого чтобы немного его туда провязать вот только за краешек за вот этот вот выхватаемся вот идет петельки верхушки петель я думаю понятно да так вот чтобы видно было мы вот так вот просто сначала сюда воткнула потом сюда и в следующую сюда вот таким вот образом провязываем прошиваем также и второе крылышко посмотрите дальше я наш хвостика длинный правильно вот поэтому я вот так вот вашу крючу иголочку внутрь и вывожу вот сюда наверх вот сюда вывожу наверх сделаю здесь такой вот узелочек чтобы он не двигалась эта ниточка тут плотно крепко держалась вот для чего для того чтобы этой же ниточкой я буду привязывать уже к телу вот так вот теперь вяжем вяжем ножки начинаем писать с верхней части будем вязать вот эту часть в кольцо провязываем 6 столбиков без накида стягиваем колечко стягиваем и теперь будет в это делаем прибавки в каждый столбик в итоге у нас 12 столбиков 1 2 4 4 5 15 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 12 теперь делаем прибавку через столбик вяжем столбик без накида и прибавка так вяжем по кругу до конца ряда провязала теперь два ряда провяжем без изменения 17 столбиков вяжем на столбик 2 ряда сделала два соединительных столбика отрезала нить все связали дальше вяжем пальчики в кольцо провязываем 6 столбиков так и смотрите будем вязать это будет неудобно сразу говорю в общем надо нам провязать 6 рядов 6 рядов по 6 столбиков в каждом ряду без изменений будем вязать 1 2 6 я сразу здесь эту ниточку буду прятать что это не доберусь я просто возьму и сделаю один узелочек и все отрежу вот так вот потом выворачиваем ее и вяжем и так вот 6 рядов ну естественно вместе с первым это у нас был второй ряд здесь главное не связать два края вместе четыре пять шесть вот смотрите значит свяжите два пальчика отрежете нить а на третьем пальчике нет отрезайте будем их сшивать вяжем самостоятельно два пальчика и отрезаем нити дала я два пальчика связала 3 нить не обрываем будем сейчас соединять как мы соединяем вводим крючок в следующую петлю следующий столбик беремся за пальчик и здесь также вводим столбик и соединяя их вместе провязываем делаем столбик дальше мы будем вязать два столбика без накида провязали дальше беремся опять вводим за столбик берем следующий пальчик опять же вводим за столбик и проводим сквозь оба столбика и провязываем их вместе дальше это у нас считается столбик который мы провязали да у нас остается 5 так как у нас всего здесь 6 столбиков по кругу теперь нам надо провязать 5 столбиков вот провязываем их это крайний 1 пальчик 2 3 4 и 5 столбик 6 мы провязали уже вместе с посередине который пальчик вот у нас посередине пальчик получается крайние провязанные столбики вместе с пальчиками да и остается с этой стороны два столбика и с этой стороны два службы по которымoof провязывали поэтому посередине у нас не провязаны остались два столбика среднем пальчики мы их провязываем и в крайнем стол пальчики у нас 5 столбиков которые надо провязать потому что 6 мы провязали начале это выведу сюда и провяжу вместе спрячу по ходу вязания 1 4 5 это мы закончили ряд дальше мы должны будем делать убавки делаем провязываем 2 столбика и убавка повторяем это четыре раза провязываем 2 столбика 1 2 и убавка вот вяжем так до конца 4 повторения 2 столбика и убавка провязали следующий ряд спрячем туда следующий ряд здесь у нас в ряду в 12 столбиков следующий ряд мы делаем 6 убавок подряд 1 2 3 4 5 6 провязали а теперь просто отрезаем нитку оставляем длину потому что мы будем сюда пришивать верхнюю часть ножки и поэтому оставляем для сшивания вытягиваем нить и пропуская сквозь все шесть столбиков которые у нас остались за передней полупетли вот так вот пропустим эту ниточку и стянем наш край запил наполнителем набивать не обязательно можно если есть желание наполнить немножечко вот я не наполняю пальчики так вот стягиваем вот дырочка у нас тянулась а потом мы выведем иголочкой туда куда нам надо будет эту ниточку и начнем вот так вот пришивать вот сюда мы будем наполнять добавлять наполнитель а пальчики я не наполняю так вяжем хвостик набираю и воздушные петли во вторую петельку вяжем 2 ой простите 6 столбиков без накида три четыре пять шесть дальше делаем прибавки каждый столбик и выплевал в общем я сделаю прибавку и дальше продолжим дальше третий четвертый и пятый ряд мы вяжем без изменений по 12 столбиков вяжем три ряда дальше 6 ряд вяжем два столбика и убавка так повторяем три раза у нас остается 9 столбиков в ряду спавка бабка последний ряд теперь нет обрезаем коротко не нужно обрежем ее спрячем и свяжем еще одну детальку такую же аналогично этой и будем их потом сшивать вместе связала я вторую часть вторую половинку теперь мы будем их сшивать вместе так берем значит вторую половинку и провязываем по кругу три должно быть 18 столбиков вместе 4 5 6 6 6 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11, 12, 13, 14, 13, 16, 17, 18. Провязали. Теперь мы должны провязать еще один ряд. Без изменений, 18 столбиков по кругу. Провязываем его. Провязали. Смотрите, если, когда вы будете соединять две половиночки, у вас окажутся лишние петли, то следующий ряд, который мы сейчас провязали без изменений, вы этим рядом можете исправить, уменьшив, сделав убавки, и чтобы в итоге у вас осталось 18 столбиков. Дальше девятый ряд. Делаем 4 столбика и убавка. Повторяем это три раза. Провязали. Значит, девятый ряд, 4 столбика и убавка. У нас осталось 15 столбиков. Десятый ряд вяжем без изменений. 15 столбиков. Одиннадцатый ряд. Делаем убавку 3 столбика и убавка. Остается у нас 12 столбиков. И останется у нас 12-13 ряд без изменений. Значит, сейчас десятый ряд мы вяжем без изменений. Одиннадцатый ряд вяжем 3 столбика и убавка. Итак, закончила я одиннадцатый ряд. Три столбика и убавка. У меня осталось 12 столбиков. Теперь двенадцатый и тринадцатый ряд вяжем без изменений. По двенадцать столбиков. Так. Провязала я два ряда по 12 столбиков. И теперь нам надо будет соединить два края. Вот. У меня, видите, да, где у меня закончился ряд. Поэтому я распущу один столбик. Вот. И вот здесь вот буду отсюда начинаю сшивать, провязывать, связывать их вместе. Вот так вот мы. Соединяем, провязывала столбики, соединяем два края вместе. Вот. Отрезаем хвостик для пришивания. И будем пришивать. Так, вяжем статоскоп. Я связала уже кружочек. Его вязать несложно. Мы уже по ходу вязания совушки уже делали это неоднократно. В кольцо провязываем шесть столбиков. Следующий ряд, второй, мы делаем шесть прибавок. В итоге у нас 12 столбиков. И третий ряд у нас прибавки через столбик. Столбик, прибавка. Вот такой вот кружочек у нас получился из трех рядов. Дальше. Что мы делаем дальше? Нам надо выйти... Это я потом спрячу. Нам надо соединительными столбиками переместиться вот сюда. Вот у нас, вот тут вот, где у нас шесть столбиков, у нас есть перемычки. Вот такие вот сзади, с изнаночной стороны. Вот такие вот перемычки. Нам надо сюда прийти, и за эти перемычки мы должны провязать шесть столбиков. Переходим сюда соединительными столбиками. Сейчас я сделаю соединительный столбик здесь, чтобы закончить таким образом. И переходим сюда. Как вам будет удобно, так и переходите. Главное нам перейти к этим перемычкам. Так, вот у меня первая перемычка. За нее я берусь. Так, все присоединилось, сделала воздушную петлю. И вяжу столбики без накида, за эти перемычки. Шесть столбиков. Так, здесь я сделала воздушную петлю. И надо же провязать еще один столбик в эту же. Вот, раз, два. Два. Немножечко неудобно будет, но... Постараемся, у нас все получится. Три. Четыре. Пять. И шестой столбик. Соединяем за воздушную петлю. И провяжем еще один ряд. Шесть столбиков. Раз, два. Три. Четыре. Пять. 6 и соединяем за первый столбик вот провязали 6 столбиков теперь за передние полупетли сделаем воздушную петлю подъема и за передние полупетли мы провяжем с прибавками один ряд за полу петли передние делаем в каждую полу петельку 6 прибавок вот и у нас получится вот так вот соединяемся вот дальше мы отрежем ниточку сразу это мы сделаем отрезаем ниточку вытягиваем ее здесь сразу вставляем в иголочку и и нам надо будет соединить внутри которые остались полупетли вот эти 6 полупетли нам надо будет соединить и стянуть но перед тем как мы это сделаем перед тем как мы это сделаем нам надо сделать цепочку на чем это все будет висеть вяжем цепочку с размером так чтобы у нас сейчас я объясню вот вяжем мы цепочку прикладывая к уху отсюда до сюда чтобы у нас вот так вот размер был цепочки чтобы она висела вот так понятно да вот вяжем вот это вот сначала вот эту вот цепочку столько сколько нам надо чтобы она не вот так вот где-то лежала именно примерно как-то свисала можно вот так в общем как получится сколько надо воздушных петель столько и провязываем провязали только не забудьте вначале оставить хвостик такой достаточно большой и в конце здесь вначале мало оставила но думаю я смогу решиться затем берем пополам складываем и привязываемся и вяжем низ нижнюю часть цепочки куда мы прицепим сам вот эту синюю штучку нашу вот и по ходу вязания можно потихонечку прятать хвостик вот так вот тоже смотрите примерно сколько вы хотите чтобы у вас свисала отрезаете и дальше что мы делаем перед тем как мы стянем вот этот кружочек возьмем значит мы дырочку где-нибудь пропустим иголочку отсюда сверху той дырочки которую мы будем потом затягивать и затягиваем сюда вот эту нижнюю часть цепочки и просто беремся там где-нибудь в общем беремся там и привязываем отрезаем хвостик и прячем когда мы это сделаем я просто сейчас так и по быстренькому покажу когда вы засунули сюда цепочку внутри там ее прицепились привязали потом пропускаете иголочку аккуратно так чтобы видно не было как вы туда попали вот так вот аккуратненько прошлись и просто беремся за полу петли таким вот образом и стягиваем и общем потом стянем вот так вот и все и наша дырочка закроется и все что там внутри есть будет не видно немножко не до шла до конца вот и все и такого то здесь правда я немножко не доделала как перед тем как сюда ниточку пропустить чтобы соединить до серединку мы ее вот здесь надо будет вот и представим что я еще не соединила выведу я сюда как бы обратно эту ниточку и соединю вот так вот дополню цепочкой дополнительной которая здесь не хватает можно это сделать в начале перед тем как перешли туда сразу здесь и соединить вот так вот вот и все аккуратненько тут сошлось все добавить просто нехватающую цепочку вот а потом возвращайтесь сюда и соединяете серединку стягиваете но ты после того как вы свяжете вот этот вот край при по с прибавками потом отрезаете ниточку возвращайтесь если вы заранее то не сделали да возвращайтесь сюда добавляйте пару цепочек дополнительно вот как добавляем цепочки вводим иголочку под цепочку вот так вот и под следующую цепочку выводим возвращаемся потом обратно в первую цепочку и будет имитация цепочки вот и так проделать пару раз так все наш статоскоп будет потом готов цепочка будет здесь делаем потом узелочек здесь сначала сделаем вот так вот узелок вставим наши эти штучки и пришьем к уху вот так вот у нас будет статоскоп я просто на него не хочу сейчас тратить времени потому что он не то он не сложный и пришивать его мы будем потом все еще нам надо сделать кармашки они делаются очень просто вяжем воздушные петли набираем столько сколько мы хотим видеть какой размер своих кармашек вот я набираю 5 вот примерно такой же был размер 5 то и 6 6 столбиков набираю набрала 6 вернее воздушных петель и со второй петель от крючка провязываю столбики вот пять столбиков провязали воздушная петля развернулись вяжем еще один ряд воздушная петля и еще один ряд я думаю этого достаточно три ряда у нас получается вот три ряда закон приложим и пришьем сделаем два кармашка